Сегодня наше занятие посвящено защите прав детей. И структура занятий будет состоять из следующих моментов. Первое, мы ознакомимся с вами и рассмотрим Конвенцию о правах ребенка. Это основной документ, который защищает права детей в России и в других странах. Затем мы посмотрим с вами видеофильм, который называется «Прерванное молчание» и снят специалистами Центра Зон, которые занимаются жестоким обращением с детьми. И третья часть нашего занятия будет посвящена формам жестокого обращения с детьми физическому насилию и сексуальному. Мы научимся с вами определять особенности психического состояния детей, их внешний вид, по которому можно различить, что с ребенком происходит, что-то нехорошее. И также научимся рассматривать особенности поведения родителей, которые пытаются скрыть, что происходит с ребенком. Итак, Конвенция о правах ребенка. Статья первая. Ее можно назвать как «Определение ребенка». И здесь рассказывается о том, что ребенком считается лицо, не достигшее 18 лет, за исключением тех случаев, когда в соответствии с законодательством той или иной страны совершеннолетие не наступает в более раннем возрасте. Следующая это статья вторая. Мы ее назовем «Предотвращение дискриминации». Все права распространяются на всех детей без исключения. Государство обязано защищать ребенка от любых форм дискриминации и принимать необходимые меры по защите его прав. Статья номер три. Можно назвать ее как «Наилучшее обеспечение прав ребенка». И в ней говорится о том, что все действия в отношении ребенка должны в полном объеме учитывать его интересы. Государство должно обеспечивать соответствующую заботу о ребенке, если родители или другие лица, на которых возложена эта обязанность, этого не делают. Следующая статья номер четыре это «Осуществление прав». Государство должно делать все возможное для осуществления прав, содержащихся в настоящей конвенции. Статья номер пять. Назовем ее как «Воспитание в семье и развивающие способности ребенка». Государство должно уважать права и ответственность родителей или расширенной семьи и в деле воспитания ребенка в соответствии с его развивающимися способностями. Статья номер шесть. В ней говорится «Обоживание и развитие». Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь и государство обязано обеспечивать выживание и развитие ребенка. Следующая статья седьмая «Имя и гражданство». Ребенок имеет право на имя при рождении, ребенок имеет право на получение гражданства и насколько это возможно на то, чтобы знать кто его родители, а также на заботу с их стороны. Статья восьмая сохранение индивидуальности. Государство обязано защищать и в случае необходимости восстанавливать основные аспекты индивидуальности ребенка. Это включает имя, гражданство и семейные связи. В статье номер девять говорится о разлучении с родителями. Ребенок имеет право жить со своими родителями, за исключением тех случаев, когда это противоречит наилучшим интересам ребенка. Ребенок также имеет право сохранять связь с обоими родителями в случае разлучения с одним из них или с обоими. Статья десятая воссоединение семьи. Дети и их родители имеют право покидать любую страну и въезжать в собственную с целью воссоединения семьи поддержания личных отношений. Статья одиннадцатая это незаконное применение и невозвращение. В ней говорится о том, что государство обязано предотвращать похищение или удержание ребенка за границей одним из родителей и принимать необходимые меры в подобных случаях. Статья двенадцатая это взгляды ребенка. Ребенок имеет право свободно выражать свои взгляды, причем этим взглядом должно уделяться внимание при решении любых вопросов затрагивающих данного ребенка. Статья тринадцатая свобода выражения мнения. Ребенок имеет право выражать свои взгляды, получать информацию, передавать информацию и идеи независимо от границ. Статья четырнадцатая говорится о том, что государство должно уважать свободу мысли, совести и религии ребенка при соответствующем руководстве со стороны родителей. Статья пятнадцатая свобода ассоциации. Ребенок имеет право встречаться с другими людьми и вступать в ассоциации или создавать их. Статья шестнадцатая защита права на личную жизнь. Дети имеют право на защиту от вмешательства в их личную жизнь, а также в их переписку на защиту от клеветы и оговора. Статья семнадцатая доступ к соответствующей информации. Государство должно обеспечивать доступ детей к информации и материалам из различных источников. Оно должно поощрять распространение средствами массовой информации и материалов, способствующих социальному и культурному развитию ребенка и предпринимать шаги по защите детей от вредной информации. Статья восемнадцатая – ответственность родителей. Родители совместно несут основную ответственность за воспитание ребенка, а государство должно поддерживать их в этом. Государство должно оказывать надлежащую помощь родителям в воспитании детей. Статья девятнадцатая – это защита от злоупотреблений и непрежного обращения. Мне говорится о том, что государство должно защищать ребенка от любых форм плохого обращения с ними со стороны родителей или других лиц, несущих ответственность за заботу о нем, и создавать соответствующие социальные программы предупреждения злоупотреблений и лечения пострадавших. Статья двадцатая – защита ребенка, лишенного семьи. Государство обязано обеспечивать социальную защиту ребенка, лишенного семейной среды, и обеспечивать соответствующую альтернативу семейной заботе, либо помещение в соответствующие учреждения по уходу с детьми в таких случаях. Усилия по выполнению этих обязательств должны учитывать культурную принадлежность ребенка. Статья двадцать первая – в ней говорится об усыновлении. В странах при усыновлении признается или разрешается, оно может осуществляться исключительно в наилучших интересах ребенка и при наличии разрешения компетентных властей, а также гарантии для ребенка. Статья двадцать вторая. В статье двадцать второй идет речь о детях-беженцах. Детям-беженцам или детям, стремящимся получить статус беженца, должно обеспечиваться особая защита. Государство обязано сотрудничать с компетентными организациями, обеспечивающими защиту и помощь. Статья двадцать третья посвящена детям-инвалидам. Ребенок-инвалид имеет право на особый уход, образование и подготовку с тем, чтобы помочь ему в ведении полноценной и достойной жизни в условиях, обеспечивающих максимальную самостоятельность и социальную интеграцию. Статья двадцать четвертая здоровья и здравоохранения. Ребенок имеет право на медицинскую помощь, соответствующую наивысшим санитарным нормам, которая может быть реально обеспечена. Государство должно делать особое упорное в предоставлении первичной медико-санитарной помощи, профилактику болезней, санитарную пропаганду и сокращение детской смертности. Они должны поощрять международное сотрудничество в этой области и делать все необходимое, чтобы ни один ребенок не был лишен доступа к услугам эффективного здравоохранения. Статья двадцать пятая это периодическая оценка при попечении. Ребенок, помещенный государством на попечение с целью ухода, защиты или лечения, имеет право на регулярную проверку попечения. Статья двадцать шестая это социальное обеспечение. Ребенок имеет право пользоваться благами социального обеспечения, включая социальное страхование. Статья двадцать седьмая здесь говорится об уровне жизни. Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимое для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития. Родители несут особую ответственность за обеспечение необходимого уровня жизни. Обязанность государства состоит в том, чтобы создать соответствующие условия для реализации этой ответственности. Статья двадцать восьмая образования. Ребенок имеет право на образование и обязанность государства состоит в обеспечении бесплатного и обязательного начального образования, в поощрении среднего образования, доступного для каждого ребенка, и в обеспечении доступности высшего образования для всех на основе способностей. Школьная дисциплина должна обеспечиваться с учетом прав и при уважении и достоинства ребенка. Государство должно осуществлять международное сотрудничество с целью реализации этого права. Статья 29. Цели образования. Образование должно быть нацелено на максимальное развитие личности, талантов, умственных и физических способностей. Образование должно готовить ребенка к активной взрослой жизни в свободном обществе. Воспитывать уважение к своим родителям, к культурному своеобразию, языку и ценностям, культурным традициям и ценностям других. Статья 30. Дети, принадлежащие к меньшинствам или коренному населению. И здесь говорится о том, что дети, принадлежащие к меньшинствам или коренному населению, имеют право пользоваться своей культурой, родным языком и исповедовать свою религию. В статье 31. Говорится об отдыхе, досуге и культурной жизни детей. Ребенок имеет право на отдых, досуг и культурную жизнь, а также и творческую жизнь. Статья 32. Детский труд. Ребенок имеет право на защиту в случаях, когда ему поручена работа, представляющая опасность для его здоровья, образования или развития. Ребенок имеет право на защиту от незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также от их привлечения к производству таких веществ или торговли ими. Статья 34. Сексуальная эксплуатация. Государство должно защищать ребенка от сексуальной эксплуатации и совращения, включая проституцию и порнографию. В статье 35. Рассказывается о торговле, контрабанде и похищении детей. Обязанность государства состоит в том, чтобы прилагать все усилия для предотвращения похищения детей торговле детьми и их контрабандой. В статье 36. Говорится о других формах эксплуатации, которые не предусмотрены ранее озвученными статьями. В статье 37. Пытки и лишение свободы. Ни один ребенок не должен быть подвергнут пыткам, жестокому обращению и наказанию, незаконному аресту или лишению свободы. Смертная казнь и пожизненные заключения без возможности освобождения запрещены при наказании лиц в возрасте до 18 лет. Любой ребенок, лишенный свободы, должен быть отделен от взрослых, за исключением случаев, когда считается, что такое отделение противоречит его наилучшим интересам. Задержанный ребенок имеет право на правовую и другую помощь, а также на контроль со стороны своей семьи. В статье 38. Государства-участники должны применять все возможные меры для обеспечения того, чтобы дети, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных действиях. Ни один ребенок в возрасте до 15 лет не должен призываться на службу в вооруженных силах. Государства должны обеспечивать заботу о детях и защиту детей, пострадавших от вооруженных конфликтов, согласно соответствующим положениям международного права.